Друзья, добрый вечер. В прямом эфире программа «Главное». Сегодня я веду я, Нина Демогла. Сегодня у нас в гостях политик, лидер общественной организации «Платформа Молдовы» Ирина Влаг. Госпожа Влаг, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. Добрый вечер. Как вы добрались сегодня до нашей студии? Я, если честно, с телецентра до Рыжкановки. Я добиралась более двух часов. И более того, мне казалось, что этот эфир не состоится в какой-то момент. Я думала уже звонить и извиняться перед вами, перед коллегами, перед телезрителями. Я хотела бы у вас, может быть, поинтересоваться. У нас в последнее время каждая снежинка, каждая капля дождя превращается чуть ли не в национальную катастрофу. Почему это, на ваш взгляд, происходит? Я читала ваш пост о том, что вы выехали в 17.00. Я тоже начала переживать, что я не успею вовремя. Я добралась нормально, у меня не было абсолютно никаких проблем. Но внимательно следила за тем, что происходило в городе, за тем, что творилось в социальных сетях. Конечно, мне очень удивляли некоторые министры, которые уделяли особое мнение тому, что описывали ситуацию в социальных сетях, ставили посты в Фейсбуке. Вместо того, чтобы активно включиться и помогать разруливать эту сложную ситуацию во всех населенных пунктах нашей автономии, нашей Молдовы, у меня такое ощущение, что Молдова сегодня – это только город Кишню. Сложилось такое впечатление из-за снега. Такое ощущение, что снег был только в Кишиневе, а снега не было, допустим, на севере или в центральной зоне нашей страны, либо на юге нашей страны. К сожалению, сейчас из этого вопроса многие делают политику, вместо того, чтобы действительно комиссия по чрезвычайным ситуациям, которые есть в Республике Молдова, оказывала содействие всем местным органам власти, независимо от того, это столица нашей республики, либо это маленькое село нашей страны. Поэтому я, честно говоря, воспользуюсь случаем, скажу спасибо всем муниципальным службам, которые работали круглые сутки, скажу спасибо всем полицейским, которые оказали большую поддержку нашим водителям. И понимаю, что это очень серьезная проблема, и мне кажется, что серьезную проблему надо решать сообща и не разделять ответственности в этой части. И тогда, когда и республиканские власти, и местные органы власти будут вместе координировать свою работу, мы, граждане этой страны, наверное, не будем ощущать вот это недопонимание, либо игру в политику, которая происходит тогда, когда идет снег или идет дождь. То есть вы считаете, что все-таки это политический вопрос, и то, что сегодня в Кишиневе это творится, это все назло нынешнему мэру, который не является представителем правящей партии? Снег не идет на зло мэру, давайте так, это погода, а то, что органы власти могут работать совместно, поддерживая друг друга, и каждый, используя свои административные ресурсы, помогает друг другу, чтобы самые главные граждане и жители города, сел и районных центров не ощущали те проблемы, с которыми они сталкиваются, когда идет снег. Госпожа Благ, вы сегодня давали пресс-конференцию, на которой затронули темы нейтралитета и предстоящего референдума. На самом деле, тема предстоящего референдума, который был объявлен президентом Санду, это будет одна из самых главных тем 2024 года. И вы считаете, что это самая дорогостоящая пиар-акция в истории страны? Это ваше мнение. И я хочу вас спросить, почему вы думаете, что представители власти считают, что вот эта, как вы ее называете, пиар-акция будет эффективной и будет, так скажем, играть на руку нынешнему президенту страны? На самом деле, главной темой 2024 года должны быть выборы президента. И вот Майя Санду решила, что нужно сделать все возможное, чтобы выборы президента не были топовой темой 2024 года, а потому что она знала еще три года назад о том, что она пойдет на второй срок. Она знала о том, что ей предстоит столкнуться с очень серьезными трудностями. Мы все с вами наблюдаем все сандажи, которые говорят о том, что ее рейтинги очень сильно падают, а антирейтинги, то есть недоверие наших жителей, очень сильно растет. Ее это, конечно, очень сильно пугает. Это первое. Второе. Она знает, что все проблемы, которые есть сегодня в нашей стране и все обещания, которые она дала в 2020 году, они ею и ее команда не выполнены. Поэтому ее советники, помощники долго думали, как же отвлечь внимание избирателя, чтобы избиратель не говорил о том, что у нас большие проблемы в образовании, о том, что у нас большие проблемы в развитии инфраструктуры, о том, что у нас дефицит, о том, что у нас растет внешний долг, растут кредиты, проценты и так далее. Вот они придумали этот референдум и решили навязать и политикам, и всему населению нашей страны, что референдум, который должен пройти, обратите внимание, в один день вместе с выборами президента, является топовым и важным событием. То есть это сделано для того, чтобы, извините, отвлечь внимание избирателя. Это сделано для того, чтобы мобилизовать избирателя, который голосует, который хочет, чтобы Молдова вошла в Европейский союз, независимо от того, что они хотят голосовать, допустим, против госпожи Санду. И вот поэтому эта тема была придумана, эта тема была навязана. Под эту тему за сутки поменяло законодательство. Вы же знаете, что по закону у нас на избирательном кодексе было четко написано, что выборы не могут проводиться в один день с референдумом. Что сделала ПАС? ПАС, обладая большинством в парламенте нашей страны, изменила законодательство. Как говорится, правила игры поменяла под конкретную персону. И определила, что в один день будут проходить эти выборы. Но на самом деле для Молдовы это достаточно дорогостоящий пиар. Я сегодня об этом говорила на пресс-конференции. Потому что только в течение этого года огромное количество денег было направлено на пиар одной персоны. 21 мая проходил митинг в поддержку евроинтеграции. И главной героиней там была госпожа Санду. Потом проходил саммит в Бульбаке. И мы до сих пор не знаем, каковы результаты этого саммита. И он стоил нам очень дорого. Потом проходил очень дорогой концерт на ступеньках президентуры. О начале переговоров. Сейчас вот этот пиар предэлекторальный референдум. То есть сотни миллионов лей направлено на одну персону из государственного бюджета. Конкретно тратится на госпожу Санду. На то, чтобы она могла сохранять свои рейтинги. А возможно, по мнению ее советников, и наращивать эти рейтинги. То есть очень дорого обходится республики Молдова бюджет. В республике Молдова госпожа Санду. А кто ей там советует? У вас есть информация? А кто ее советники основные? Я не могу сказать, кто ее советники пофамильно. Но я могу предположить, что госпожа Санду так боится потерять этот пост. Что она в первую очередь думает не о жителях нашей страны. И она в первую очередь думает о себе. Потому что на самом деле этот референдум, который она объявила и планирует провести его в день выборов президентских, решение этого референдума ни в коем случае не означает, что если люди выйдут на этот референдум, даже 100% проголосуют за то, что Молдова должна войти в Европейский Союз, на следующий день Молдова не станет членом Европейского Союза. То есть это очень сильная манипуляция, это очень серьезный обман. А если референдум не состоится, как было уже у нас в последние референдумы, не были состоявшимися и заявки? Вы знаете, Нина, действительно такие риски существуют. И уже один из последних опытов был в 2010 году, если вы помните, в сентябре месяце проводился референдум, на котором был поставлен вопрос о всенародном избрании президента. И что получилось? Получилось, что референдум был пробайкотирован. И, по сути дела, вроде бы популярная идея, но она не получила поддержки. Там, кажется, 16% всего вышло на этот референдум. Поддержки. И, возможно, и такая ситуация, что, может быть, могут люди и пробайкотировать, могут люди не выйти на этот референдум, либо, допустим, проголосовать. А если выскажется против? Против. То будет полностью дискредитированная идея евроинтеграции, и она будет дискредитирована по инициативе госпожи Санду, и будем так говорить руками госпожи Санду. Поэтому здесь тоже есть риски, и эти риски надо рассматривать. Но вы же знаете, она из той породы, если даже нельзя, то ей, как говорится, можно. Главное, есть у нее задачи, а главное, у нее есть цели, и обладая полным административным ресурсом, она не смотрит ни на какое законодательство, она считает, что она правила игры может писать для себя конкретно, законы менять под себя конкретно. Вот она использует этот административный ресурс. То есть у нас не должно быть абсолютно сомнений в том, что они, допустим, откажутся от идеи проведения референдума. Они имеют 63 депутата парламента, и выборы будут вместе с референдумом. Еще до конца непонятно, в какой день они назначат, день первого тура, либо день второго тура. У них сейчас идут очень серьезные дискуссии по этому поводу, потому что если они назначат выборы в день первого тура, то, конечно, они мобилизуют электорат. Но тогда госпожа Александру столкнется с очень большой проблемой во втором туре, потому что любой кандидат, который будет с ней во втором туре, у нее победит. Поэтому сейчас у них идут дискуссии, в какой день надо проводить референдум. Но я думаю, в конце концов, это ей никак не поможет. И считаю, что надо обратить внимание людей на то, что этот референдум – это не самое главное событие 2024 года. И людям очень нужно хорошо подумать, как всегда, когда они идут на выборы, какой выбор они будут делать, из-за кого они будут голосовать и за что они будут голосовать. Майя и Санду, все позволено, говорите вы. Вот только что кто ей позволяет, кто дает этот карт-бланш? Это правда, что партнеры по развитию, Евросоюз, это в частности мы говорим о посольстве США, что они встречаются и обсуждают проблемы или вопросы в стране или прислушиваются только к партии власти и к Майя и Санду. Майя и Санду говорит, что карт-бланш ей дает народ. Она везде, на всех площадках заявила о том, что раз народ ее поддержал, раз народ поддержал ее партию в парламенте, значит, народ ей разрешил действовать так, как она считает нужным. Обратите внимание, она делает такие заявления, но она всегда забывает об одном, что в предвыборную кампанию она обещала абсолютно не то, что она делала все эти три года. И когда мы задаем вопрос друг другу, либо себе, как влияет то или иное посольство на действия госпожи Санду и на действия правящей партии, мне кажется, в этой ситуации нам не совсем надо обольщаться, нам надо реально понимать, что все посольства, которые здесь аккредитированы, они всегда будут работать с действующей властью. Они работали с теми, кто был до Майя и Санду, они будут работать с теми, кто будет после Майя и Санду. И нам надо с вами понимать, что на выборы идут не послы за президента, за депутатов парламента, голосуют не послы и не сотрудники аккредитованных миссий. На выборах участвуют наши жители и наши избиратели. И наши жители и избиратели обладают вот этим правом дать доверие тому или иному человеку и не дать. Об этом нужно постоянно думать. И нужно принимать решения, знаете, как не эмоционально. Потому что сейчас госпожа Санду будет проводить, постарается проводить максимально яркую кампанию, чтобы отвлечь людей, отвлечь внимание людей от всех тех проблем, с которыми они сталкивались на протяжении этих трех лет. Посмотрите, что с газом, посмотрите, что с ценами, посмотрите, какие маленькие заработные платы. То есть это проблемы, с которыми сталкиваются каждый день люди. Что будет делать в Майя и Санду? Она будет продавать мечту. Чтобы как можно сильнее отвлечь внимание, думайте об европейской интеграции, найдитесь на то, что после того, как вы изберете Майя и Санду, вы станете членами Европейского Союза. Но это манипуляция. Очень серьезная манипуляция, очень серьезное вранье, которое максимально не краснее использует Майя и Санду. Да, госпожа Влах, я с вами согласна, что посольства, иностранные послы, они будут работать со всей властью. Но я смею напомнить, как себя вели иностранные послы, когда был Плохотнюк у власти, когда они пришли в посольство и так далее. Как они себя вели в отношении господина Дадона, когда он был президентом, и как они себя сейчас ведут в отношении правящей власти. И мы не слышали заявления или декларации о том, что вызывает беспокойство, как были растрачены те, например, 300 миллионов, которые были взяты на покупку газа в кредиту и БРР. Как были растрачены очень много грантов, где представители оппозиционной партии задают очень много вопросов, а посольство не задает ни одного вопроса. И мы можем, в принципе, предположить, что сегодня западные посольства оказывают определенную поддержку нынешней власти. Вы все же в этом контексте встречаетесь с представителями западных послов. Как вы им констатируете то, что вы высказываете, например, на пресс-конференциях и так далее? Как они относятся к этому? Как они это комментируют? Да, встречаюсь. Вот и завтра у меня будет несколько встреч. Я обсуждаю эти вопросы. Но послы никогда не комментируют эти процессы. Они принимают нашу информацию как дополнительную информацию к тому, что они видят в нашей стране. Они по своей должности должны информировать свои правительства, они должны информировать своих президентов о ситуации в той стране, в которой они работают. Да, у нас были разные ситуации. У нас были ситуации, когда, допустим, руководители европейской делегации очень жестко высказывались по тем или иным вопросам. Сегодня ситуация абсолютно другая. Руководство этой делегации... Я не слышала никаких жестких заявлений в отношении действующего руководства правительства. Ну, в этой части я хочу вам сказать, что осталось очень мало времени. Остался буквально, может быть, год. И уже через год, когда пройдут выборы президента, и когда придет новый человек в руководство страны, у него будет достаточно много инструментов для того, чтобы разобраться со всеми теми нарушениями, которые творились за эти четыре года, со всеми теми людьми, которые эти нарушения создавали, прикрывали. И я думаю, что все всегда становится явным. Пусть это будет не в этом году, но я думаю, что через год и общество увидит, кто виноват в том, что нетранспарентно управляется финансовыми ресурсами, кто виноват в том, что мы не знаем, откуда поступает газ и почему он у нас дороже, чем в других странах, кто виноват в том, что мы на протяжении двух лет находимся в чрезвычайной ситуации, и под прикрытием этой комиссии проводится огромное количество закрытых вопросов, и чрезвычайная комиссия заменяла до сегодняшнего дня и парламент, и правительство, и судебные органы. За все придется ответить. Придется ответить за закрытие канала, придется ответить за закрытие партии, придется ответить за то, что снимали с должности кандидатов в примары либо в советники около 10 тысяч человек. За все это придется ответить. Придется ответить за то, что был отстранен от должности генеральный прокурор господин Стайногл И много других вопросов, которые сейчас есть. Сегодня одна партия монополизировала власть. То есть, если бы это была коалиция, то, возможно, движения были бы немножко другие. Потому что в коалиции невозможно монополизировать. И там одна партия не управляет всеми процессами. И мне кажется, что республике Молдова не хватает именно коалиционного управления страной. Поэтому тот карт-бланш, который последние, давайте так скажем, 2-3 года был у партии ПАС, он через год будет завершен. Люди больше им доверия не окажут. Местные выборы показали результаты местных выборов, показали на это. Но очень прошу жителей нашей страны быть внимательным, не поддаваться манипуляциям и помнить все, что происходило на протяжении последних лет в республике Молдова. И все же, чтобы мы поставили точку в этом вопросе. Вы когда общаетесь с послами, они хоть понимают, что то, что эти власти сегодня делают, а людьми это воспринимается, что они это делают под флагом, под гидой ЕС? Когда ты им задаешь этот вопрос, они его не подтверждают. Они говорят о том, что они не могут вмешиваться в ситуацию, которая есть в стране. Есть моменты, которые они признают, то есть нарушения со стороны власти, но это их личное мнение, это не их официальная позиция. А есть послы, которые не признают то, что идут нарушения и спекуляции правящей партии. Очень сложно об этом говорить. Я в этой части больше бы все-таки акцентировалась на тех проблемах, которые создает партия ПАС. И на тех возможностях, которые сегодня небольшие возможности, но есть о оппозиции и о тех планах, которые должны быть реализованы после парламентских выборов. То есть я думаю, что сейчас оппозиция достаточно в непростой ситуации, когда она понимает, что она должна быть максимально мобилизована, она должна быть максимально едина и подготовлена к этим двум, давайте говорить уже к трем, потому что референдум тоже избирательная компания, к этим трем избирательным компаниям. И оппозиция сегодня чувствует, что люди хотят перемен, поэтому я думаю, что вместе с людьми эти перемены будем делать. О плане действия объединения оппозиции мы с вами обязательно поговорим. Давайте вернемся к вашей сегодняшней пресс-конференции. Первый вопрос был референдум. Второй вопрос. Вы заявили то, что люди должны обязательно тоже высказаться и подтвердить то, что они хотят незыблемости нейтрального статуса нашей страны. Вы это как видите в виде референдума? Смотрите, я сегодня очень четко объяснила, что тот референдум, вопрос, который предложила госпожа Санду, он на этом этапе абсолютно не актуален. Почему он не актуален? И у вас на канале хочу объяснить эту ситуацию. Наша страна получила статус кандидата. В декабре месяце наша страна начала переговоры. Следующий этап это проведение переговоров по 33 статьям. То есть эти 33 статьи, их 33 параграфа, они называются, заключаются в том, что мы должны провести очень много внутренних реформ в Республике Молдова. Это касается и реформы юстиции, это касается безопасности нашей границы, стабильности нашей финансовой системы, это касается защиты прав и свобод меньшинств, национальных и много-много других вопросов, и прав свобод, прав и конкурентной экономики, и многое-многое другое. Только после того, как переговоры по всем этим 33 параграфам будут завершены, и когда Европейская комиссия выскажется о том, что Республика Молдова молодец, все позиции, предложения все выполнила, только после этого Республика Молдова должна подписать со всеми членами странами Европейского Союза соглашение. И должна ратифицировать это соглашение в парламентах тех стран, которые входят в Европейский Союз. И только после этого Республика Молдова может провести референдум по желанию властей. А у нас все с вами шиворот на выворот. У нас только начались переговоры, и уже сейчас госпожа Санду предлагает такой референдум провести. Ни из одной стран в Европейском Союзе такого не было. Только Республика Молдова решила это сделать. Еще раз повторяю, это делается не для того, чтобы результат этого референдума – это не решение о вхождении в Европейский Союз. Это фикция, это манипуляция, которую используют Моя Санду, чтобы сохраниться. Это не самая первая проблема, которая сегодня есть в стране. Самая первая проблема, которая сегодня есть в стране – это сохранить нейтральный статус Республики Молдова. Мы с вами неоднократно на разных телеканалах, в которых участвует руководство нашей страны, начиная от президента, премьер-министра, спикера парламента, слышим о том, что статья 11 Конституции Республики Молдова, касающаяся статуса нейтралитета, она с учетом политических событий неактуальна, и, возможно, нам нужен какой-то зонтик, как они говорят, и нам надо уже задуматься о том, чтобы вступить в НАТО, в военный блок, для того, чтобы получить какие-то гарантии и быть в определенном военном союзе. Они сами говорят о неактуальности этой статьи. Мы с вами живем на границе с Украиной. В Украине происходят военные действия. Мы с вами в новостях читаем об определенных провокациях, которые в последние дни проходили между Приднестровьем и Украиной. Сегодня, как никогда, правительство Республики Молдова не должно делать таких заявлений. Они должны быть очень аккуратны. Потому что, на самом деле, когда речь идет о независимости страны, рядом со страной, в которой идет война, то, как ведут сегодня себя власти Молдовы, они играют с огнем. Поэтому сейчас самый главный вопрос, который беспокоит действительно нашу страну, наших людей, жителей, которые здесь проживают, насколько мы сможем сохранить нейтралитет, насколько мы сможем сохранить мир, независимость и суверенитет Республики Молдова. И поэтому платформа Молдова предложила, раз уже мы понимаем, что Санду так или иначе, этот референдум она назначит, у нее достаточно голосов. Мы предложили включить вопрос о статусе нейтралитета Республики Молдова. И это достаточно хорошо вписывается в Конституцию Республики Молдова. Статья 142 определяет, что для того, чтобы утвердить, пересмотреть, либо утвердить статус нейтралитета, незыблемость статуса нейтралитета в Конституции Республики Молдова, надо сначала провести референдум, вот мы его предлагаем провести, и после этого можно вносить изменения в Конституцию Республики Молдова. И я считаю, что это будет очень серьезная гарантия, единственная гарантия, независимость, сохранение статуса нейтралитета и независимость Республики Молдова. У нас когда-то была независимость нейтралитета? Поэтому я сегодня от имени нашей платформы обратилась к президенту Республики Молдова и обратилась к парламенту Республики Молдова, чтобы они включили этот вопрос в бюллетень будущего референдума. Мы будем внимательно наблюдать, а затем... Ответа еще не получили. Сегодня я не слышала, чтобы кто-то прокомментировал пока. Может быть, я читала в некоторых новостейных порталах о том, что был запрос в президентуру, чтобы они прокомментировали, а пока ответа от президентуры не последовало. Отдыхают, наверное, еще зимние праздники, наверное, у них не закончились. То же самое с парламентом. Ситуация тяжелая, а руководство страны на месте, как всегда, когда тяжело, нет. А обычно ваши запросы, ваши предложения в парламенте кто-то из депутатов обсуждает? Я только слышала, мы об этом еще поговорим с парламентской трибуны, обсуждается то, к сожалению, кому вы в фейсбуке лайки ставите. Но вот ваши запросы, мы об этом еще поговорим, ваши запросы кто-то обсуждает, дает вам из депутатов ответы и так далее. Смотрите, столько времени, сколько я была членом правительства. Вот последние, допустим, два года я работала в правительстве госпожи Гаврилицы. Я работала в правительстве господина Ричана. От моего имени, от имени члена правительства Пашкан-Гагузи Ирины Влах было направлено около 12 или 13 проектов законодательных инициатив, которые я предлагала внести и в законные бюджеты, и в другие законодательные акты. К сожалению, и правительство Гаврилицы, и правительство Ричан никак не реагировали на мои инициативы, хотя они были подготовлены в соответствии с законодательством. Мои инициативы государственной канцелярии, руководство государственной канцелярии никак не вносились в повестку дня. Я неоднократно поднимала эти вопросы, обсуждались эти инициативы только на закрытых совещаниях, потому что там речь шла в моих инициативах о повышении заработной платы педагогам, о повышении заработной платы медикам, о повышении пенсии нашим пенсионерам в соответствии с инфляцией и много других было инициатив. Видимо, мои инициативы были настолько актуальны, что руководство этих двух правительств никак не хотело, чтобы именно я была инициатором этих инициатив и не хотелось выносить их на публичное обсуждение. Либо второй вариант, у них другие приоритеты, мы их видим, они увеличили бюджет Министерства обороны за последние два года в два раза, а наоборот сократили бюджет образования в несколько раз в ущерб и учителей, и в ущерб детей, которые учатся сегодня и в детских садах, и в школах. Вот такие у них приоритеты. Чтобы мы поставили точку до темы нейтралитета, сегодня нет оппонирующей вам стороны. Я должна, наверное, как-то прокомментировать, что бы вам ответила власть. Власть бы вам на это ответила так, что нейтральный статус сегодня ничего не гарантирует. Те аргументы, которые приводят многие оппозиционные политики, что во время Второй мировой войны, например, на нейтральные страны никто не нападал, например, Швейцария может обеспечить банками, другие страны могут обеспечить какими-то программными хабами, а Молдова сегодня не может свой нейтралитет никак подкрепить. И сегодня самый простой выход и самый безопасный выход – это вступить под зонт НАТО. Первый момент. Второй момент. Я не думаю, это уже я от себя говорю, что в 2016 году господин Настасья, будучи представителем конституционного суда, изменил статус нейтралитета, и он перестал быть незыблемым. И я уверена, что парламент это делал с какой-то целью, может быть, предвидя, что будут какие-то такие подобные моменты. Неужели вы думаете, что ваши эти заявления, когда вы обращаетесь к властям, что они изменят свое мнение, что состоится референдум по статусу нейтралитета? Или это просто высказывание политического мнения своего? Смотрите, какая сегодня есть ситуация. Сегодня правящая партия, она очень серьезно дезинформирует людей. Она проводит свою информационную политику через свои сайты и каналы, стараются подавать информацию о том, что благодаря партии Паса Майосанду солнце светит, год урожайный и так далее. Хотя на самом деле проблем в стране достаточно много. Наша задача оппозиции – говорить жителям нашей страны о реальных проблемах и о тех переживаниях, которые есть не только у политиков-оппозиционеров, но и у жителей нашей страны. Моя задача заключается в том, чтобы эту проблему поднять и обратиться с этой проблемой и к правящим. Это я говорю сейчас о президенте, о правящей партии Пас, но в то же время я говорю и о оппозиционных партиях, которые находятся в парламенте. Я обращаюсь ко всем в этой части. Кроме этого, я обращаюсь и к не парламентским партиям, потому что если мы вместе будем объединимся вокруг этой темы и будем продвигать эту тему, то у нас появляется еще больше возможностей заставить правящую партию этот вопрос в повестку дня включить. В случае, если эта правящая партия не сделает, то у них, я вам говорю, у них осталось достаточно очень мало времени нахождения во власти. И следующие, кто придут после них, я уверена, в первую очередь займутся этим вопросом. Хорошо, мы продолжим нашу беседу после очень короткой рекламной паузы. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Впереди вас ждет все самое интересное. Итак, друзья, мы вернули студию. Напомню, что в прямом эфире программа «Главное». Сегодня веду я, Нина Демогла. И сегодня у нас в гостях лидер общественного движения платформа Молдовы Ирина Влах. Госпожа Влах, продолжение нашей беседы. И вот все же, если очень коротко, кто из депутатов парламента сегодня реагирует на ваши заявления, это в основном оппозиция? Представители власти, вообще хоть кто-то общается с вами? Я не помню такого общения. Последнее время, пока я была в должности Башкана Гагузии, у меня на уровне правительства были дискуссии с некоторыми министрами, у меня не было общения с многими депутатами, только лишь с некоторыми из тех, которые входили в совместную межпарламентскую группу Народного собрания Гагаузии и парламента. Других контактов, к сожалению, нет. Но вы знаете, что сама партия ПАС и фракция ПАС достаточно закрытая. Да, они не общаются ни с кем, кроме как со своими сторонниками. Все те, кто высказывают иную точку зрения, это их враги. Они их так называют, либо кремлинычи, либо еще, не знаю, консервы, каких там они называют. То есть у них только уамень-бонщи, уамень-рей, хорошие и плохие люди. Ну, как бы это их позиция. Мне кажется, что со временем избиратель их накажет за такую позицию. Но я всегда достаточно открыта, и я с удовольствием буду обсуждать все те злободневные проблемы, которые есть. У меня есть хорошее общение с внепарламентскими партиями, как справа, так и слева. То есть я строю эти контакты, строю эти дискуссии. У нас очень много общих тем, и мне это импонирует. Я считаю, что мы должны общаться. Я считаю, что мы должны постоянно обсуждать темы, которые, проблемы, которые существуют у нас в стране, и вырабатывать совместные решения. Это очень сложно, потому что такой политической культуры, когда вне парламентские партии между собой общаются, независимо от того, левые они, либо правые, ее как таковой в республике Молдова нет. Но я вам говорила как-то о том, что кому-то надо начинать. И я вижу, что есть отклики, есть желания. Все понимают, что в стране надо менять ситуацию. Все понимают, что у нас огромные проблемы с финансами. И поэтому я думаю, что такие совместные решения, как минимум от внепарламентских партий, они будут озвучены. Одной, либо другой партии. Не обязательно, чтобы все сели за один стол перед камерами. Главное, чтобы эти инициативы поступали. И очень бы хотелось, чтобы они были услышаны теми, кто находится во власти. Но даже те, кто находится справа партии, негодуют по поводу того, что ПАС не садится с ними за один стол, не обсуждает с ними никаких вопросов. То есть это касается не только левых партий, либо центристских. Вот это не общение, а закрытость, не умение строить контакты. Даже со своими близкими по идеологии партиями. Вот такое настроение. Не умеют они это делать. А с кем конкретно, о ком вы говорите, что вы общаетесь и справа, и слева? Со всеми. Со всеми. Я общаюсь с очень многими представителями. Ну, а именно, кого-то можете назвать? Ну, с Игорем Додоном вы общаетесь? Я общаюсь с представителями партии социалистов, я общаюсь с представителями партии перемен, с платформой «Да», с партией зеленых, либерал-демократами. Я общаюсь со всеми. С партией КИКУ. То есть это нормальные человеческие отношения. Я не говорю, что они дружеские, но я говорю, что они нормальные человеческие отношения, которые нам удалось построить. И мне, как я сказала выше, они достаточно полезны. Я общаюсь с представителями ПСД. То есть со всеми, абсолютно со всеми активными партиями, с представителями партии ЛОК, которые есть на политическом пространстве Молдовы, которые активны, давайте будем говорить так. А вам не объясняли, например, представители так называемых правых, у нас просто так принято говорить, не обязательно у них правая идеология, у нас принято делить на правых, на левых, но вам представители правых не объясняли, как так получилось, что они были в жесткой оппозиции к партии ПАС, а на президентских выборах за 2-3 месяца они перестали критиковать и подняли флаг за Майю Санду или за партию ПАС, вот так в унисон, как это так получилось перед выборами. Они не объясняли вам, это очень важный момент, потому что выборы проходят... Вы говорите о президентских выборах? Я говорю и о президентских, и о парламентских. Мы помним очень хорошо, как все поддерживали, даже лидеры партии поддерживали партию ПАС, и как все в унисон правые поддерживали Майя Санду, хотя за два месяца до этого они очень жестко ее критиковали. Вот это очень важный момент, потому что кто-то получил потом должность в государственных структурах, и причем высокооплачиваемые, в энергокоме, например. Как вот так вот получилось? Ну я с такими не общаюсь, которые должности получили. Им запрещено общаться со мной. Все равно. Смотрите, когда... Да, прошлое наше надо знать, надо, как говорится, учить уроки, и не совершать ошибки в будущем, но сегодня все мои дискуссии сконцентрированы на том, чтобы обсуждать будущее нашей страны, каким оно должно быть. То есть мы констатируем ситуацию сегодняшнюю, какие есть проблемы, с чем сталкиваются люди, и мы обсуждаем с партиями, я обсуждаю с общественными организациями, что нужно сделать, чтобы ситуацию поменять, и чтобы у этой страны было будущее, и чтобы люди не хотели из этой страны уезжать, и чтобы здесь был достойный, качественный уровень жизни нашей страны. И здесь достаточно много патриотов, настоящих профессионалов, государственников, которые могли бы управлять молдван, либо людей другой национальности, но жителей Республики Молдова. Что мы видим в последнее время? Мы видим в последнее время, что на руководящие должности в Республику Молдова предлагаются люди из соседнего государства. Неужели у нас в Республике Молдова нет своих достойных людей, которые могли бы возглавить Национальный банк, или которые могли бы быть заместителями в тех или иных структурах, которые сегодня, к сожалению, представляют представители из соседнего государства? У меня очень много вопросов по этому поводу. Я удивляюсь тому, что представители партии ПАЗ, допустим, не используют потенциал платформы, их кадровый потенциал. Почему когда-то они были партнерами? Почему они не используют кадровый потенциал, допустим, партии Перемен? Почему они не используют кадровый потенциал, допустим, ПСД? Они же могли, это как бы ближе к ним по идеологии. Но вот видите как, это партия-одиночка, это партия, которая постоянно строит вокруг себя забор, это партия, которая не умеет сотрудничать, это партия, которая не умеет строить отношения. Но рыба портится с головы, вы же понимаете, какой лидер такая партия. Скажите, пожалуйста, вы видите перспективу объединения оппозиционных сил на президентских выборах предстоящих? Такой вариант рассматривается, такие обсуждения сейчас происходят. Ваша политика что вам подсказывает? Я думаю, что ситуация будет меняться к лучшему. Я думаю, что удастся договориться по определенным позициям. Сейчас очень сложно на эту тему говорить, потому что все сейчас в процессе переговоров обсуждаются разные варианты. Обсуждаются варианты единой кандидатуры, есть другие варианты, которые обсуждаются внутри разных оппозиционных сил. Пока все на уровне дискуссий. И уже очень хорошо, что такая платформа создана вне зависимости от того, как она называется. И это обсуждение происходит. То есть есть первые шаги общения между собой. И есть уже первая задача, которую ставят перед собой оппозиции. А с Сионом Чабаном вы общались когда в последний раз? Так, перед Новым годом. У него есть амбиции на президентских выборах? Я думаю, что вам надо ему задать этот вопрос, если вы хотите получить правильный ответ. А вот все-таки в Молдове начали проводить... Я эту тему с ним не обсуждала. Не обсуждали. В Молдове начали проводить закрытые опросы по президентским выборам. У вас очень хорошие позиции. Может быть, и поэтому к вам предъявляют столь такое серьезное пристальное внимание. Например, вы говорили о том, что вам банковский счет не открывают, препятствуют. Кстати, вы открыли или нет? Нет. Вот второй банк нам уже тоже отказал. И уже могу открыть скобки. Это Виктория Банк. Первый банк был моим банк. И тогда я знаю, по чьему поручению это произошло. Я уже говорила об этом. По поручению супруги господина Ричана, которая работает вице-председателем моего банка. Следующий банк, к которому мы обратились, это был Виктория Банк. И мы тоже буквально 30 декабря получили, что называется, подарок в виде отказа. И тут, конечно, хотелось бы, знаете, чтобы наша пресса любит проводить расследование, изучать, почему так, а почему здесь. Чтобы действительно изучили вопрос, а почему руководство нашей страны дало поручение всем банкам не открывать счета оппозиционным партиям. Ну, это как бы одна история. Мы с вами видели, что происходило в период предвыборной кампании на местных выборах, когда оппозиционные партии не могли открыть избирательные счета, а правящая партия уже раздавала свои газеты. Но меня удивляет другое. У меня независимая общественная организация. Когда было такое? Сегодня в Республике Молдова зарегистрировано около 14 тысяч неправительственных организаций. У меня вопрос, почему только платформе Молдова запретили открывать избирательные счеты? В каком государстве мы живем? Да, возможно, это какие-то страхи руководства страны. А как вам объясняют, почему они? Я думаю, что, ну как, знаете, как у нас показывается, что это поручение сверху. А официальный ответ, что они пишут? Они пишут по этическим причинам, по каким-то этическим причинам. А что такое этические причины, я сейчас попросила, чтобы мне объяснили. И самое главное, что ответы везде одинаковые. То есть они даются прямо под копирку. И поэтому вот в такой как бы мы стране живем. Вот таким образом борются с людьми, которые не поддерживают точку зрения Майя Санду. Ну, мы видим с вами, что происходит. Я говорила об этом. И каналы закрывают, и партии запрещают, и людей не допускают к избирательным кампаниям. Поэтому, знаете, у меня есть очень большие переживания по всем дальнейшим избирательным кампаниям. Насколько они будут проходить честно. То есть на этих местных выборах госпожа Санду обкатала различные варианты, как не допускать сильных игроков к избирательным кампаниям, как использовать административные ресурсы, возбуждать уголовные дела против сильных оппонентов. Поэтому я не удивлюсь, что эти грязные методы она будет использовать и в президентской кампании, и в парламентской кампании. – И все же вы уверены, что это ей не поможет. Почему вы так уверены? Мы же взрослые люди, мы же понимаем, мы видим цикл, мы видим те методы, которые могут быть использованы и так далее. То есть очень много рычагов. Откуда такая уверенность? Вы знаете, хоть и история Республики Молдова достаточно небольшая, нам всего 30 с чем-то лет, но мы с вами, когда перелистываем страницы, мы видим, что таких, как Майя Санду, было несколько в нашей стране, которые были убеждены в том, что они могут использовать все свои административные ресурсы и сохраняться у власти много лет. Но жизнь показала, избиратель показал, что ничто не вечно под луной. И на смену одной партии диктатору, как господи Асанду, приходят другие силы, которые поддерживают народ. То есть в этой ситуации у нас очень большая надежда на нашего избирателя. Я очень хочу, чтобы люди понимали, что все зависит от них, от их выбора зависит. И от того, насколько они будут активны в день выборов, насколько они смогут привлечь максимальное количество своих друзей и близких, прийти и высказать свое отношение к тому, что происходит сегодня в стране, будет зависеть, каким будет будущее у нашей страны. Поэтому я все-таки оптимист. Вот вам не открыли банковские счета, а как вы существуете? У вас есть офис какой-то, на что существует организация? Вот мы сейчас делаем только первые шаги. Мы идем в следующие банки, будем работать. Мы ищем в этой части партнеров и ищем законный метод для того, чтобы осуществлять свою деятельность. Я пока работаю с юристами в этой части, поэтому ситуация непростая. – А на что вы живете? Простите за нескромный вопрос. На какие деньги? – Вопрос нормальный. У меня еще сохранилась моя карточка. Я работала до 19 июля в Ашкан-Ангагузе, поэтому у меня есть свои накопления, которые я задекларировала в своей декларации. Пока живу на них. – На сбережения? – Да, которые задекларированы. – А какая сумма, если не секрет? – Я думаю, что можно открыть декларацию и посмотреть. – Хорошо. Госпожа Влаху, очень много… – Она в доступном режиме. Открыта моя декларация. – Очень много вопросов по поводу того, все-таки вы будете баллотироваться президентом или нет. – Я вам сказала о том, что сейчас у нас идут переговоры на этот счет. То есть мы сейчас эту тему обсуждаем и этот вопрос в том числе. – То есть вы не исключаете? – Мы обсуждаем. Мы работаем с командой, мы работаем с партнерами, со всеми партиями оппозиционными. Обсуждаем эту тему и не исключаем. – Некоторые говорят о том, что теоретически очень сомнительно то, что сама идея, что этнический ГГУ сможет стать президентом Молдовы. Вы что на этот счет думаете? – А почему такие сомнения возникают у людей? У меня тоже вопрос. Я слышала, в каких-то ваших передачах вы задавали вопрос своим участникам передач. И некоторые говорили о том, что кандидат другой национальности, допустим. – Нет, некоторые говорят, что категорично нет. Некоторые говорят, что да, что вполне реально. Но я хочу услышать ваше мнение. – Вы знаете, кто-то, наверное, специально строит эти стереотипы. Я, Нина, вы хорошо знаете, допустим, мой пример. Я его приводила, приведу и сейчас. В 2010 году говорили, что в ГГУЗе никогда в жизни в патриархальном регионе не смогут избрать руководителем региона женщин. И в 2010 году за меня проголосовало более 30% избирателей. В 2015 году меня выбрали жители ГГУЗе с первого тура. И все, опять же, не верили во все это. Вот это был какой-то такой стереотип специально навязанный. Для меня кажется, что сейчас люди, жители Республики Молдова во главе угла оставят никакого пола человек, никакой национальности человек. Оставят абсолютно другие критерии. Насколько этот человек профессионален, насколько он является хорошим менеджером, какой у него есть опыт работы, что он сделал для этой страны. И вот суммируя все эти результаты, я думаю, что люди будут принимать решение, кто должен быть следующим президентом Республики Молдова. То есть критерии национальности, критерии пола, даже исследования сегодня уже говорят о том, что это не является важной составляющей при определении того, кто должен в дальнейшем руководить Республикой Молдова. Есть очень много стран, примеров, в которых руководителями правительства либо стран являются представители нетитульной нации, давайте будем говорить так. Вот вы говорите, что... Это в мире не ново. Ну, ближе к этому времени тогда будем ждать каких-то официальных заявлений. Вы говорите о том, что представители парламента, депутаты не обращают на ваше заявление внимания. Но как вы относитесь к тому, что руководитель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп следит за тем, кому вы ставите лайки в социальных сетях и заявляет об этом даже с парламентской трибуны. Не пугает вас столь пристальное внимание? Меня это смешит, на самом деле. Потому что если целая председатель комиссии по национальной безопасности в стране, в которой достаточно много проблем, в стране, в которой надо проводить реформы, в юстиции, в стране, в которой надо беспокоиться о безопасности наших границ, занимает все свое время, чтобы следить за тем, кто какие лайки или я какие лайки кому ставлю в Фейсбуке. Вы представляете, какие профессионалы сегодня управляют нашей страной? Я знаю, что такое депутатская работа. Я 10 лет была депутатом парламента. Я знаю, насколько заняты председатели комиссии. Особенно такой комиссии. Особенно такой комиссии, когда мы находимся на границе со страной, в которой проходят военные действия. Вот этот человек сидит, что делает? Он занимается тем, что наблюдает за лайками. То есть меня на самом деле это очень расстраивает. И, с другой стороны, меня даже очень возмущает, что сегодня такая некомпетентная власть. И вместо того, чтобы на трибуне парламента, за трибуной парламента говорить о проблемах, либо говорить о решениях, потому что у них, у правящей партии, сегодня есть достаточно ресурсов. У них все в руках. Все ветви власти у них в руках. И вместо того, чтобы говорить о решениях для людей, они сидят, занимаются тем, что обсуждают, что происходит в социальных сетях. Скажите, пожалуйста, вы скучаете по Гагаузе? Это моя родина. Малая родина. Может быть, по правлению автономией? Это был определенный этап моей жизни. Я 8 лет возглавляла Гагаузскую автономию. И, конечно, есть определенная ностальгия по этому этапу, потому что многое удалось сделать. Кое-что не успели сделать. Осталась команда, остались люди, которых я очень люблю, уважаю и сохраняю с ними контакты. Но это уже этап, который завершился. Поэтому я продолжаю решение. То есть вы исключаете, что вы вернетесь? Вы исключаете, вы не вернетесь больше на пост главы автономии? Я не рассматриваю пока такой вариант. Спрашивают подписчики с Фейсбука, почему вы не были на инаугурации нового Башкана? Потому что не получила приглашение. Не получили приглашение? Я не получила приглашение. А почему? Ну, надо задать вопрос тем, кто должен был отправлять это приглашение. Хорошо. Также спрашивают подписчики с Фейсбука платформа Молдовы. Кто ваша команда? Люди. Люди, которые хотят перемены в Республике Молдова. Это люди, которые объединяются сегодня по инициативе. Их общий интерес в том, чтобы изменить ситуацию в стране. Это люди, которые представляют разные районы. Мы находимся на этапе формирования. И я рада тому, что с разных районов много инициатив, много звонков. Мой рабочий день практически полностью занят встречами с абсолютно разными людьми. И я сейчас еще больше и лучше узнаю нашу страну через наших людей. И я вижу, сколько в стране профессионалов, которые недовольны сегодняшней ситуацией, у которых есть решение по тому, как надо управлять страной, куда должна идти наша страна. Поэтому мы сейчас находимся на этапе строительства команды. И мне очень импонирует, что это бесстрашные люди, что это образованные люди, это воспитанные люди. Да, у них, возможно, нет регалий. Возможно, их имена не знают в стране. Они не такие звучные. Но это люди, которые любят нашу страну. Я думаю, что они... То есть это, в основном, новые лица? Да, абсолютно новые. В ближайшее время они будут себя проявлять абсолютно на разных участках работы в Республике Молдова. И вернемся к Гагаузии. Вот если бы вы получили приглашение на анаугурацию, вы бы приехали? Давайте говорить о том, что произошло, а о том, что не произошло. Если бы мы в эти игры не играемся. Меня удивило то, что я не получила приглашение. Ну, раз не получила. Депутаты Народного собрания Гагаузии приняли решение приостановить свое участие в работе межпарламентской группы. Они говорят, что Кишинев не хочет вести диалог. С 1 ноября вступил в силу закон об изменении механизма возмещения НДС. Напоминаю, центральные власти обязали Гагаузию возмещать предпринимателям налоги из местного бюджета. Они из национального, как ранее, похожее давления испытывают представителя Приднестровья. Они, по крайней мере, делают это. Приднестровский регион делает подобные заявления. Мы помним, с таможенными пошлинами пару дней назад вышли новости. Вот зачем, на Ваш взгляд, власти это делают? Давайте по очереди. Во-первых, я не согласна с решением Народного собрания о том, что нужно было прекратить диалог с Кишиневым и выйти из этой рабочей группы. Я 23 декабря, когда праздновалась годовщина принятия закона об особом правом статусе Гагаузии, приехала в Гагаузию, выступила перед жителями Гагаузии и высказала свое отношение в том, что это на тот момент, наверное, сохранялось как единственная площадка, на которой общался Кишинев и Камрад. И всегда надо сохранять мосты, мосты нельзя сжигать, всегда надо быть мудрее, чем другая сторона. Гагаузы должны быть мудрее. Народное собрание должно было сохранить эти отношения, пока не поздно их надо восстанавливать, надо искать возможности их восстанавливать. Если у них нет контактов сегодня с правящей партией ПАС, к сожалению, то надо стучать в двери представителей международных организаций. По крайней мере, так делала я постоянно. И хочу вам сказать, что отклики были. У Гагаузии есть много друзей, которые дружат с Гагаузией уже на протяжении 30 лет, международных партнеров, которые готовы протянуть руку. Диалог должен присутствовать даже в самые сложные и тяжелые времена. Эта площадка позволяет высказать свое мнение, высказать свое отношение, прийти к каким-то своим решениям. Да, это решение может быть не принято. Но рука протянута должна быть всегда. Рука дружбы и рука, которая позволит выстраивать диалог и находить компромисс. Это то, что касается Гагаузских властей. То, что касается Кишинева, на самом деле ничего не удивляет. Не удивляет их надменное отношение, не удивляет их высокомерное отношение ко всем тем, кто не представляет партию. Это страшно, когда во власти находятся высокомерные, надменные, невоспитанные люди. Вот такая партия сегодня находится во власти. И вместо того, чтобы наоборот подтягивать к себе руководство Гагаузии путем общения, общаться с властями Приднестровья, находить какие-то возможности совместных мероприятий, обсуждение каких-то тем. А тем на самом деле очень много нерешенных вопросов. Что делать? Они все рвут, они все ломают, они все разрушают. Это просто партия разрушителей, просто партия, которая, если еще на несколько лет им дать кредит доверия, они просто развалят эту страну. Обратите внимание, испорчены отношения с Гагаузией, портят отношения с Приднестровьем. Потом пойдут другие регионы. И к чему? Что останется от этой маленькой Молдовы? Молдовы. Поэтому я и говорю, что Молдове нужны перемены. Руководить страной должны мудрые люди. Люди, которые умеют объединять. Люди, которые умеют строить. Которые умеют реализовывать проекты. Не в интересах каких-то персональных, не в интересах какой-то конкретной партии. А в интересах людей. Поэтому все, что сегодня творит партия, находящаяся у власти, это на самом деле беда. Это страшно, то, что происходит для Республики Молдова. Они живут по принципу «разделяй и властвуй». Вот это принцип неизменный, с которого начала госпожа Санду свою кампанию 2020 года. И действительно, как говорят многие политики, это партия-секта. К сожалению, она никак не развивается. Она никак не подтягивает к себе других людей, другого мнения. Я говорю, она все разрушает. Вот вы 8 лет были в правительстве. Почему Кабин Ричина вы называете самым некомпетентным? Правительство Гаврилицы было лучше? Давайте начнем с того, что госпожа Гаврилица, как минимум, не вела себя по-хамски. Так как вел себя господин Ричан в должности премьера министра. Я говорила и повторяю, что господин Ричан вел себя как троллейбусный хам. Знаете, вот такое поведение у него было. Как минимум, с моей точки зрения, она была более воспитанна, она была толерантна. Она всегда давала возможность задать вопросы министрам и на заседании правительства, и на аппаратных заседаниях. Она давала возможность министрам отвечать на мои вопросы. Она никогда не оскорбляла и не хамила. Она не позволяла себе делать то, что позволял себе делать господин Ричан. Госпожа Гаврилица была в Камрате, она была два раза в Камрате за свой мандат. Да, у нас было очень много проблем. У нас, к сожалению, допустим, с ней была только одна личная встреча за период ее мандата. А с господином Ричан все видели, вся страна видела, как он себя вел, насколько этот человек не культурен, не воспитан, не образован, насколько он позволял себе бестактно вести себя, не разрешал задавать вопросы, не позволял давать ответы министрам на те вопросы, которые ставила я. Это были не персональные вопросы, это вопросы, которые касались повышения заработных плат, это вопросы, которые касались повышения пенсии, это проблемы, которые были связаны с децентрализацией, это очень много важных проблем, которые были связаны, кстати, с европейским селом, когда эти проекты раздавались только тем примарам, которые представляли правящую партию. То есть вот чем отличалось это правительство. Но в целом из всех 10 премьер-министров, с которыми я работала за эти 8 лет, вот такие вопросы, проблемы, наверное, возникали, закрытости, особенно закрытость была, когда премьер-министром была госпожа Санду, потом госпожа Гаврилица, и вот в завершении моего 8-летнего мандата вот такой подарок, это господин Ричан. Очень плохой пример для управленца. Вы знаете, может быть, вот с профессией почтальона он бы справился лучше, чем с такой высокой должностью премьер-министра, потому что премьер-министр – это лидер исполнительной власти, это лицо, с которого надо брать пример. Это должен быть справедливый человек, грамотный, подготовленный человек, рациональный человек, дисциплинированный, ответственный, умеющий работать в команде, независимо от того, кто является членом этого правительства. Ну, это плохой пример, и я очень надеюсь на то, что Республика Молдова в дальнейшем будет вести, и вот такие экспонаты в лице господина Ричана больше к власти приходить не будут. Чтобы мы закрыли тему Гагаузия, все-таки как вы можете прокомментировать, что вы можете сказать про компанию «Нордфурнизаря», как можете прокомментировать то, что оказалось, и по заявлениям, есть возможность предоставлять газ по более низким ценам? Вы знаете, мне сложно давать какую-то характеристику этой ситуации, потому что я не профи газовых вопросов и газовых тем, но из того, что я читала в информационном пространстве, появилась компания, которая обещала, что она будет предоставлять газ в несколько раз дешевле. Это было как бы удивительно, потому что на самом деле цена для жителей Молдовы очень высокая, и нам со всех правительственных трибун говорили о том, что да, вот это реальная цена, и ниже цены быть не может. Потом меня очень удивило то, что господин Парликов заявил, что все это неправда, и не может быть компанией, которая может предоставить газ, допустим, намного дешевле. И сложно вот как-то так было понять, если эта компания не может предоставлять газ дешевле, но заявляет, что у нее есть запасы, почему Нарея у этой компании забирает лицензию? Вот у меня вот здесь возник большой вопрос. Нарея в этой ситуации действовала по указанию чему-то? Кто-то захотел разобраться с этой компанией? Потому что если действительно эта компания, о которой вы говорите, она пустая, если действительно правительство убеждено в том, что они не смогут поставить газ по 10 лей, допустим, как они обещали, тогда дайте им такую возможность. Пусть покажут, пусть докажут, что вы в правительстве говорите правду, что действительно эта компания не может предоставлять за 10 лей. А тут какой-то появляется страх. То есть у меня очень много вопросов и недопониманий. Если у вас будет возможность пригласить к себе на передачу тех людей, допустим, господина Парликова, или руководство Молдова ГАЗ, может быть, они вам объяснят реально, что это за компания. Это компания «Фантом» или действительно это компания, которая могла бы предоставлять газ по такой цене. Но в любом случае в информационном пространстве есть информация, что есть поставщики, у которых цена на газ намного дешевле, чем та цена, которую оплачиваем мы, простые жители Республики Молдова. Здесь надо разбираться. Здесь было бы неплохо иметь какие-то журналистские расследования. А то у нас обычно журналистские расследования концентрируются на гардеробе определенных политиков, в том, чем их пиджаки, костюмы и так далее. А не на тех схемах, которые проводятся по ГАЗу. Хотелось бы прочитать одно из таких расследований у одного из порталов, который занимается пиджаками оппозиционеров. Очень интересная идея. Я думаю, что я с вами полностью согласна в этом вопросе. Я думаю, что этим нужно еще заняться и проверить, потому что очень много вопросов. Мы слышали заявление представителей власти. Газовая тема – это темный лес. Очень странно почему. Никто не может понять, откуда газ, никто не может понять, почему по такой цене газ. Нет ни одного. Никто не может понять, почему мы берем кредит. В нашей семье мы празднуем 7 января. Будете отмечать 14 января? Да, это хорошая традиция. Это Старый Новый год. Мы всегда собираемся все вместе и празднуем 14 января. Это красивые праздники, традиции, которые есть в нашей Молдове. Я думаю, что наша традиция нас сохранит. Вам лично кто ближе – Дед Мороз или Санта-Клаус? Дед Мороз – это мое детство. Понятно, что он мне ближе. Ближе – госпожа Санду, ближе – Санта-Клаус. Наверное, это и ее настоящее. И все же нам нужно потихоньку завершать нашу программу. Вы очень резко высказывались против так называемой оптимизации, которая проводится в последнее время. Мы видели оптимизацию в области высшего учебного, высшего образования. Мы видели оптимизацию в области поствысшего образования. Теперь нынешние власти занялись оптимизацией так называемой сферы здравоохранения. В частности, вы выступали категорически против оптимизации или, так скажем, слияния больницы инфекционной Тома-Чорба. И сейчас мы видим, что по заявлениям правительства, по заявлениям Министерства здравоохранения, все-таки этот процесс необратим. И люди негодуют, многие даже простые люди негодуют, почему во время ковида, когда эта больница инфекционная, все не прекращали и не переставали благодарить за героизм так называемых этих врачей, сегодня эту больницу сливают с другими медицинскими учреждениями. И в этом контексте я хочу попросить еще раз прокомментировать именно этот момент, потому что мы видим, что, скорее всего, этот процесс запущен, его необратим. Второй момент. Какие самые серьезные, да, вы часто комментируете социальные проблемы нашей страны, какие вы считаете сегодня самыми-самыми серьезными глобальными проблемами? Разделим. Да, давайте разделим на два. Да, давайте так. Меня вообще очень, знаете, как злит, наверное, что сегодняшние власти нашей страны экономят на будущем. Потому что когда экономят на образовании, когда экономят на здравоохранении, когда экономят на культуре, на социальной сфере, это значит, экономят на будущем. Значит, действующие власти, которые экономят в этих областях, наверняка видят свое будущее, будущее этой страны невоспитанным, необразованным и больным. Наверное, так. Они никак не могут понять, что образование в образовании, в здравоохранении, в культуре не может быть рыночной экономики, понимаете? Они как говорят, вот мы в них вкладываем, а доходов нет, результатов никаких. Нам надо экономить. Когда вы вкладываете в образование или вы вкладываете в здравоохранение, результат можно увидеть только через 10 или 15 лет, понимаете? И только я называю таких людей негосударственными деятелями, я их называю даже не политиками, понимаете? Вот эта партия, она думает о том, как бы сейчас залатать одну дырочку, залатать другую дырочку. И пока они залатывают дырочки, молодежь убегает из этой страны. И когда я слышу, что закрываются школы, и когда я слышу предложение министра образования о том, что будут родителям выплачивать по 50 евро за то, что они будут отвозить своих детей из сельских школ, в какие-то там районные школы, будут создаваться какие-то региональные лицеи, лицеи, да мы, как говорится, проходили это. Из-за того, что мы проходили, наши села пустели. Когда в селах не остается, нет школы, когда в селе нет больницы, когда в селе нет детского садика, нет примарии, все. Этого села на самом деле нет. И я не понимаю, просто не понимаю, как можно экономить на образовании. Обратите внимание, что, допустим, в Японии самая высокая заработная плата у всех профессий в Японии у учителя. У учителя в Японии заработная плата 4000 евро. То есть это самая высокая заработная плата в бюджетной сфере. То есть японцы реально понимают, что учитель, он воспитывает и дает образование своему будущему этой стране. В Дании, европейская страна, 6000 евро получает учитель. У нас что делают в стране? У нас учителям повышают на 15% заработную плату и говорят, вы такие недорабатываете. Зато министрам в 2,5 раза повышают. Поэтому, с моей точки зрения, это грубейшая ошибка, когда происходит, извините, урезание финансирования, дотаций, субсидий в здравоохранении, в образовании, в культуру и в другие социальные направления. Я против этого. То есть, понимаете, люди, которые не живут завтрашним днём, это люди, которые живут просто сегодняшним днём, считают копейки. Они наделали огромные долги, набрали огромные долги и хотят за счёт образования, за счёт здравоохранения эти долги закрыть. То есть, понимаете, у таких людей будущего на самом деле нет. Теперь, каковы самые главные причины? Вопрос, который вас задали. Самые главные проблемы, которые у нас сегодня есть, это то, что наши люди уезжают из Республики Молдовы. Это самая большая проблема, о которой партия власти говорить не хочет. И если за последние два года уехало более 80 тысяч молодых людей, то есть это люди, которые не увидели ничего хорошего в этой стране, это люди, которым власти страны не предоставляют хороших условий, вот это является действительно самой главной проблемой. Ну и вторая – это то, что у нас очень резко снижается уровень рождаемости. Это, опять же, две темы достаточно связанные. И здесь я бы, конечно, рекомендовала, хотя сегодняшним властям давать совет и рекомендации – это дело неблагодарное, большое внимание уделять не увеличению бюджета Министерства обороны, а увеличению бюджета для сферы образования, для сферы здравоохранения. Потому что мы должны с вами растить образованное, воспитанное и здоровое население. И хотелось бы в завершении нашего эфира попросить у вас все-таки небольшой прогноз на 2024 год. Многие люди переживают из-за дефицита бюджета, который составит 15,790 миллионов лев или 4,6 от ВВП. Также планируется сокращение расходов на образование и социальную защиту. Что, помимо этого, в конце будет финансово затратный референдум и президентские выборы в этой связи. Также хочу еще напомнить, что у нас самый высокий внешний долг. Есть буквально пару дней назад мелькала новость, я прочитала, что на каждого человека этот внешний долг составляет 25 тысяч лев. На душу каждого, то есть каждый из нас должен уже внешним нашим, так скажем, партнерам по развитию 25 тысяч лев. И в этой связи возникает простой вопрос. Жизнь граждан Молдовы станет лучше в 2024 году? Может, у вас есть какие-то пожелания, может, совета? 2024 год будет непростым. Мы понимаем, что это год президентских выборов. И мы понимаем, что правящая партия будет пытаться создавать как можно ярких моментов, больше ярких моментов, которые бы отвлекали бы наших жителей от насущных проблем. Я не думаю, что в 2024 году до выборов президента будут какие-то улучшения в качестве жизни. Возможно, в преддверии президентских выборов за два месяца, допустим, или за три, они могут снизить цену на газ, на продукты, может быть, какие-то снизят цены, только лишь для того, чтобы показать красивую картинку и попытаться купить тем самым голоса избирателей. Я очень надеюсь, что мудрость молдавского жителя не позволит обмануться. И все устремления наши будут направлены на то, чтобы сделать все возможное, чтобы к власти пришли мудрые люди, пришли образованные люди, пришли люди, которые на самом деле любят эту страну, которые являются жителями, гражданами Республики Молдова, которые думают об этой стране и которые смогут максимально использовать наш человеческий кадровый потенциал, будут защищать независимость нашей страны, будут сохранять нейтралитет, незыблемость, нейтралитет Республики Молдова. Я уверена, что люди об этом думают, и я надеюсь, что если эти мысли будут в головах граждан нашей страны, то благодаря жителям нашей страны мы после президентских выборов ситуацию сможем в Молдове поменять. Госпожа Влах, я благодарна вам за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что мы еще не раз с вами встретимся. Мне лично было очень интересно услышать ваше мнение и сегодня с вами провести эфир. Спасибо вам большое за участие и за исчерпывающие ответы. Спасибо. Хорошего вечера всем. Спасибо, дорогие друзья. Я напомню, что в прямом эфире была программа «Главная». Сегодня гостем эфира была лидер общественной организации. Кстати, общественная организация? Общественная ассоциация. Общественная ассоциация платформы Молдовы Ирина Влах. И желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного, о чем расскажут мои коллеги. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok